Друзья и коллеги, приветствую вас на своем уроке. Тема нашего сегодняшнего урока это «Свободная земля», то есть та земля, которая принадлежит государству. Свободная земля, то есть у нее нету частного собственника или арендатора, то есть абсолютно свободный земельный участок, который не стоит на кадастровом учете, у него есть хозяин, и этот хозяин – государство. Именно поэтому тема нашего сегодняшнего урока – «Свободная земля». То есть, на сегодняшнем уроке мы поговорим о том, как сформировать земельный участок, что это такое и, в принципе, как с этим работать и как нам это может быть полезно. Итак, формирование земельных участков. По-другому называют согласование земельных участков. Это также относится к муниципальным торгам. Так или иначе, эти согласованные, свободные земельные участки мы с вами находим на нашем сайте торги.гоф.ру. Поэтому это разновидность муниципальных торгов и разновидность заработка. Именно поэтому я стала разбираться в этой теме. Именно поэтому брокеры на протяжении уже долгого времени передают мне своих клиентов для формирования им земельных участков. Очень много вы просили и я решила для вас сделать не такой большой видео урок на тему формирования земельных участков. Итак, то есть земельные участки это самый недооцененный вообще ресурс по заработку. Все идут за машинами, за квартирами, за коммерческой недвижимостью, а про землю забывают. Хотя на протяжении уже, наверное, последнего года я больше и больше работаю с земельными участками. Понимаю, что земельные участки это именно та самая золотая жила, с которыми можно работать, работать и работать бесконечно. Потому что земельные участки их очень много. Россия полна земельных участков. То есть везде земли. И эти земли можно размежевывать и зарабатывать на них. Как мы это с вами разберем чуть позже. Да, то есть еще раз повторюсь, что многие хотели, многие спрашивали и не знали и не знают, как это вообще делать. Да, то есть где-то слышали, что землю можно купить за 3-5% от кадастровой стоимости, что всем положена земля за 3% от кадастровой стоимости. Да, то есть, но как это сделать, не знают. Поэтому у вас есть уникальная возможность научиться делать это как для себя, либо если себе не нужны земли, то вы можете на этом заработать. Как мы будем с вами еще разбирать. Так, давайте с вами познакомимся для тех, кто меня не знает. Меня зовут Юлия Атаманова Куликова, да, то есть, ну вообще в текущий момент у меня фамилия Куликова. Я эксперт в области выгодного приобретения государственного имущества и имущества должников с 5-летним опытом. Я эксперт по согласованию новых земельных участков от государства. Я являюсь организатором торгов, вы можете проверить это в системе ГИСТ-торги. Автор курса «Бизнес на муниципальных торгах». Основатель платформы в Телеграмм ГОСТ-торги, где более 200 активных брокеров, да, то есть квалифицированных активных брокеров в теме муниципальных торгов. Так, идем с вами далее. Ну, если бы вы сейчас были на вебе, да, то есть, если бы прям в вебе я вас спросила, вы готовы? Вы мне такие, да, мы готовы, все круто, классно, но это не вебинар, это всего лишь у нас урок. Итак, сайт «Торги.гоф.ру». Уже все вы его знаете постоянно, я о нем говорю, «Торги.гоф.ру», «Торги.гоф.ру», там вы можете увидеть, да, то есть. И для тех, кто работает с сайтом «Торги.гоф.ру», да, то есть именно на текущий момент, пока в старой версии сайта, то есть вы можете там увидеть те самые согласованные земельные участки, которые кто-то нашел, подготовил заявление, подал в администрацию и выявляет спрос. И давайте мы прямо сейчас перейдем на наш сайт «Торги.гоф.ру» и пойдем посмотрим, что у нас там есть такого интересненького, где искать. Переходим на сайт «Торги.гоф.ру». Наш любимый сайт «Торги.гоф.ру». Нас интересует исключительно пока старая версия сайта. Нажимаем старую версию сайта. Нас интересует раздел «Аренда и продажа земельных участков. Торги. Аренда и продажа земельных участков. Старая версия сайта». Далее. Тип извещения. Извещение о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе. Кликаем по ней. И что мы видим? 7732 заявления на текущий момент у нас по всей России выявляют спрос на согласование земельных участков. Да, то есть. Но здесь сразу скажу внимание. Здесь абсолютно все заявления. Да, то есть по разным категориям. Коммерческая, да, то есть. Ну, я имею ввиду земли промышленного значения, сельхозного значения. Да, то есть. ИЖС, ЛПХ. Здесь абсолютно все земельные участки за 0 рублей. Вот прямо сейчас мы обратим внимание. 0 рублей. 0 рублей. 0 рублей. Это не продажа. Еще раз говорю. То есть здесь это не продают земельные участки за 0 рублей. Это кто-то нашел свободный земельный участок. Подготовил документы. Да, то есть подал эти документы в администрацию. И администрация согласовывает эти земельные участки. То есть, так сказать, выявляет спрос. К примеру, выбираем Костромская область. Да, то есть вот такой-то район. И переходим в карточку лота. Мы перешли в карточку лота. И что мы здесь вообще, что нам это дает? Во-первых, даты и время окончания приема заявок. Да, то есть тогда, когда администрация прекратит принимать заявки на выявление спроса. Здесь мы видим цель предоставления. Введение личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта. То есть это значит, что здесь мы с вами и дом можем построить, и курочек завести. Видим детальное местоположение. То есть тут нет кадастрового номера, потому что земельный участок еще по факту не сфармирован. То есть нет кадастрового номера. То есть мы видим здесь просто площадь и адрес. И дальше мы видим заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка. То есть что это вообще значит? Это значит, еще раз, что какой-то человек нашел, подготовил, подал, и администрация выявляет спрос. Именно на этом этапе решается. Именно на этом этапе решается. Уйдет участок с торгов. Или человек, который подал это заявление, заберет его без проведения торгов. То есть если в течение 30 дней, пока администрация выявляет спрос, кто-то, третье лицо, да, то есть заинтересованное лицо подало заявление на приобретение данного земельного участка, то в этом случае администрация, тот, кто заявлялся, дает ему отказ и говорит о том, что, да, то есть и пишет, что было, были заявления в таком-то количестве на предоставление земельных участков. То есть еще поступили заинтересованные лица, в этом случае будет аукцион. Потом администрация начинает участок подготавливать все документы, межевать, да, то есть ставить на кадастровый учет. И только после этого будет сам аукцион, где у земельного участка будет определена цена либо аренда, либо собственность, да, то есть, ну, все зависит исключительно от администрации. И тот человек, который формировал этот земельный участок, он, конечно же, будет бороться за него, поэтому будьте здесь внимательны. И вот на такие земельные участки за 0 рублей, если это не вы их формировали, то лучше туда не ходить. Ну, скажем так, это по этике. Это между собой такая вот договоренность. Что нам необходимо, чтобы получить свой земельный участок, да, то есть, что необходимо сделать? Первое – это найти свободный земельный участок. Найти мы с вами сможем на публичной кадастровой карте. Давайте с вами зайдем в публичную кадастровую карту и посмотрим. Публичная кадастровая карта. Публичная кадастровая карта – это наш самый главный источник при работе с земельными участками. Именно там мы смотрим, какие земельные участки у нас есть на текущий момент. Публичная кадастровая карта. Очень часто может не работать, поэтому не переживайте. К примеру, меня интересует город Севастополь. Выбираем любой район. И что мы видим? Мы видим кадастровые номера земельных участков. Кликнем по кадастровому номеру. И вот мы видим кадастровый номер. Здесь, что мы, например, вот в этом месте можем увидеть? Что участок свободен. Он не размежеван, он не стоит на кадастровом учете. То же самое мы видим и здесь. То есть вот эти вот самые пустые клеточки по земельным участкам, это те самые наши неразмежеванные земельные участки, которые не стоят на кадастровом учете. Именно эти земельные участки мы согласуем, сделаем. Да, то есть можем сделать свой земельный участок, поставить на кадастровый учет и либо продать его, либо пользоваться им самостоятельно. То есть, ну, в принципе, я думаю, что это несложно. Я несложно объясняю, потому что максимально пыталась сделать этот урок. Да, то есть именно легким. То есть первое, это найти свободный земельный участок на публичной кадастровой карте. Дальше нам необходимо, да, то есть проверить, конечно же, его на зонирование. Дальше, да, то есть по карте, по карте градзонирования нужно проверить его по генплану, что там будет, какая застройка, да, то есть для того, чтобы мименизировать отказы. Следующее. Это подготовить схему расположения земельного участка. Примерно так выглядит схема расположения земельного участка. Делается она либо при помощи специальной программы, бесплатной программы, с ключевым словом, либо при помощи платных источников, таких как Росреестр. То есть, ну, наша задача сделать так, чтобы участок нам, для того, чтобы мы подготовили документы, их подали, да, то есть чтобы это было вот реально за 0 рублей, для того, чтобы мы не тратили большое количество денег на формирование земельных участков, на согласование, потому что действительно есть большая вероятность отказов. Мы должны быть к этому готовы. Для того, чтобы вы мне согласовали мой первый земельный участок, мне пришло первые 98 отказов. Я думаю, что это достаточно весомо, чтобы, ну, то есть я понимаю, о чем действительно я говорю. И третье, что необходимо сделать после формирования, это подать документы в администрацию, да, то есть это делается разными способами, мы все это с вами будем разбирать. И по сути все, то есть мы с вами просто сидим и ждем ответа, когда администрация нам даст ответ, да, то есть положительное решение или дополнительное им нужно время. Но если решение положительное, то мы с вами заходим на сайт торги.go.ru, в старую версию сайта, и увидим наш с вами собственный ручный, согласованный земельный участок за 0 рублей. Я считаю, что это круто. Это вот высший пилотаж, это победа. И самое классное будет, что если никто не заявится на него, да, то есть на этапе выявления спроса, если никто не подаст свое заявление, то с нами, как с единственными заявителями, да, то есть как с заявителями на формирование земельного участка, заключат договор без торгов. И вот здесь у нас открываются огромнейшие, да, то есть и самые лучшие варианты, как мы можем заработать без своих вложений. Но об этом чуть попозже. Да, то есть выявление за 0 рублей земельный участок за 0 рублей, да, то есть это называется этап выявления спроса. Именно на этом в этапе выявляется заключаться с нами договор, как с заявителями, либо будут торги продолжаться. Теперь, стоимость земельного участка. То есть важно понимать, сколько будет стоить земельный участок до его формирования. От чего все это зависит? Первое, это зависит от постановления вашего региона, в котором вы будете работать. Пример. В городе Томске, там где я сейчас нахожусь, выкуп 30% от кадастровой стоимости. В Московской области, да, то есть это 3% от кадастровой стоимости. Сейчас я говорю про земельные участки для личного подсобного хозяйства и ИЖС. То есть, ну, разницу мы понимаем 3%, 30%, хотя по факту кадастровая стоимость, что здесь, что в Московской области, она абсолютно одинаковая. То есть нету там какой-то большой высокой цены. В Томске даже она будет выше, наверное. 2. От того, где расположен земельный участок, то есть в населенном пункте или вне населенного пункта. Земли сельхозназначения, то есть земли вне населенного пункта, они всегда были дешевле, чем в населенном пункте, потому что вне населенного пункте строиться запрещено. Дом вы там не построите. И 3. Зависит от назначения земельного участка, то есть ИЖС, ЛПХ, да, то есть садоводство, огородничество, Для чего предназначен этот земельный участок? То есть от назначения земельного участка зависит кадастровая стоимость. Всегда самыми дорогими были земли промышленного назначения. Дальше у нас шли земли населенного пункта и дальше земли вне населенного пункта, так сказать сельхозземли. Они были всегда самые дешевые. И также дорогими считаются всегда рекреационными и очень редко есть продажи, в основном только идут в аренду. И дальше идет вид права. Вид права это собственность либо продажа. В некоторых случаях земли сельхоз назначения не всегда можно взять сразу в собственность, то есть только через аренду. То есть вид права это мы самостоятельно выбираем в собственность, мы хотим взять земельный участок или в аренду. Следующее. Вот так примерно выглядит наша картинка. То есть категория земельных участков это земли населенного пункта либо земли поселений и земли сельхоз назначения. Если земли поселений, то назначение индивидуальное жилищное строительство, либо личное подсобное хозяйство. А земли сельхоз назначения это дачное, садоводство, то есть ведение крестьянского фермерства, такого хозяйства и также личное подсобное хозяйство. А в некоторых случаях на земли сельхоз назначения можно строиться. То есть и мы можем и дешево купить земельный участок, еще и построиться можем на нем. То есть есть нюансы и с ними нужно уметь работать. Именно с этими землями мы будем работать. То есть самыми сочными, самыми востребованными и самыми прибыльными. То есть в данном случае я говорю ЭЖС, ЛПХ, дача, садоводство и крестьянско-фермерское хозяйство. Пример. Давайте сделаем небольшой расчет, то есть пример земельного участка. Мы с вами перейдем на сайт торги GoFro. Я его прямо сейчас скопирую. Скопирую и мы с вами перейдем. Я вам покажу. То есть это земельный участок не сформированный. Он был на торгах и мы участвовали со своей клиенткой в торгах. В нем не так давно, поэтому я считаю, что я хочу его показать. Итак, право аренды земельного участка. Это ежегодная аренда земельного участка. 7 соток для личного подсобного хозяйства. То есть и дом можем построить, курочек вырастить и еще и посадить, скажем так, в дерево посадить. Ступино, то есть городской округ Ступино в Московской области. То есть несколько километров от Москвы. Начальная цена 58 тысяч. Забрали. Сразу скажу, не мы выиграли этот земельный участок. У нас был ограниченный бюджет. Но забрали данный земельный участок за 82 тысячи рублей. Даже его можно посмотреть. С одной стороны вообще забором даже вот обнесен. Забрали за 82 тысячи рублей. Где-то у нас здесь было. Вот я участвовала за 82 тысячи рублей. Выкупная цена данного земельного участка равняется 3% от кадастровой стоимости. 3% от кадастровой стоимости. И если мы посмотрим в расчет, то есть если мы умеем с вами рассчитывать, то клиент приобрел земельный участок за 82 тысячи рублей. Не мой, сразу говорю, клиенты выиграли не мы. 82 тысячи рублей. Это ежегодная арендная плата. Если в течение одного года они построят там небольшой домик, который подходит под понятие капитальное строение и подадут документы на выкуп. То есть я уже зашла, проверила и кадастровая стоимость данного земельного участка 841 тысячи рублей. И выкуп 3% от кадастровой стоимости. То есть 82 тысячи аренда и плюс 25 тысяч это выкуп. Итого стоимость земельного участка 127 тысяч рублей. Если бы администрация выставляла бы сразу на торги и продавала бы его в собственность, то в этом случае цена земельного участка была бы 841 тысячи рублей. Полная кадастровая стоимость. Либо рыночная стоимость, но рыночная стоимость данного участка в этом районе от 600 тысяч рублей. Можете зайти проверить, если вы мне не верите. То есть что мы видим? Мы здесь видим огромнейшую выгоду в приобретении земельных участков. То есть сделать на этом бизнес не составляет нам никаких проблем. Если бы я знала об этом несколько лет назад, если бы я с этим работала, если бы у моих клиентов были бы запросы на земельном участке, наверное, я бы начала работать именно с земельных участков. Но земельные участки, тут очень также много нюансов, с которыми нужно работать. Именно поэтому земельные участки, то есть согласование земельных участков, формирование не включено в курс муниципальной торги. То есть в любом случае у нас всегда будут два курса отдельных. Это муниципальные торги, где мы будем зарабатывать как агенты без своих вложений. И также у нас будет курс формирования земельных участков. И называться он будет «Свободная земля». С чего вы хотите начать, решать только вам. Хотя, если честно, я бы рекомендовала всегда начинать сначала с основного муниципальных торгов, а потом делать уже разновидности. Потому что работать с муниципальными торгами, там есть больше выбора, как работать. Работать здесь с землями это немножечко сложнее, но абсолютно все реально. Главное делать очень простые шаги. То есть какой у нас есть заработок на землях? Какой заработок на землях протестировала лично я сама для себя? И о чем я могу сейчас вещать? Первое. Это земельный участок для себя, да, то есть для дальнейшей перепродажи. Такой земельный участок впервые я согласовала в городе Севастополь. Земельный участок мы этот взяли. Очень быстро построили на нем капитальное строение, подали документы, да, то есть на регистрацию и выкупили. Выкупили, правда, чуть дольше по времени. Планировалось в один месяц, но нам в течение нескольких месяцев насчитывали стоимость земельного участка. И сейчас мы выставили его на перепродажу. Купили мы его, да, чтобы было понимание за 200 тысяч рублей в общей сложности, да, то есть пока у нас там шла аренда. Продаем мы на текущий момент земельный участок. 200 тысяч это земельный участок и 600 тысяч это у нас само строение, да, то есть с учетом того, что мы строили его самостоятельно. Продаем мы его на текущий момент за 7 миллионов. То есть разницу маржинальность, ну, вы можете посчитать самостоятельно. Следующее. Это продажа права аренды. То есть когда у нас идет согласование земельных участков, когда идет этап выявления спроса, если никто не заявился на наши земельные участки, да, то есть которые мы сформировали, и нам предлагают заключить договор аренды, то в этом случае, в этом случае, мы вот данный договор аренды, да, можем право именно это перепродать. То есть взять не полную стоимость земельного участка, ну, может, у нас нету, например, денег, а перепродать право аренды, да, то есть и заработать на этом свою комиссию, в дальнейшем уже какие-то земельные участки выкупить для себя. То есть это называется продажа права аренды. Внимание, да, то есть сразу такой момент. Если вы на торгах купили земельный участок, то перепродать право аренды здесь уже будет никак нельзя. Третье. Это оказание услуг по согласованию земельных участков. Также оказывала услуги в Севастополе, оказывала услуги в Томском районе, в городе Томске и в Московской области по формированию земельных участков, да, то есть поэтому про эти регионы я действительно говорю, что да, сформировать земельные участки можно. Уже есть опыт, я знаю, как это делать, да, то есть и долгое время я своими ножками очень много звонила, говорила, да, то есть и вот сейчас я хочу поделиться, что, как, зачем и для чего я это делала. Да, то есть оказание услуг по согласованию земельных участков. В среднем это стоит от 15 тысяч рублей за проверку и подготовку документов. Если нужен уже дальше этап, помощь, например, в участии в торгах, консультации, то это дополнительная стоимость денег. Это сумма от кадастровых инженеров и также от частников, да, то есть здесь, смотрите, вообще на самом деле согласовать можно либо через госуслуги, да, то есть через МФЦ напрямую в администрацию. Все зависит от регламентов, которые у нас делает администрация, да, то есть что она написала, ну, так мы и работаем. Это все правомерные законы на основании земельного кодекса. Здесь не нужно быть юристом или кадастровым инженером для того, чтобы начать работать и зарабатывать, либо купить для себя свой земельный участок. Сразу напрашивается вопрос, почему тогда все вообще не зарабатывают по такой схеме? Ну, давайте начнем с того, что если бы многие знали бы, как это делать, все бы пошли зарабатывать, да, то есть согласовывать земельный участок. Я тоже долгое время не знала, как это делать. Я много читала информации, перерыла интернет, да, то есть прошла немало курсов летовой, да, то есть очень много сделала практических шагов, да, то есть на протяжении полгода больше ходила своими ногами, звонила, спрашивала, получила 98 отказов, и теперь я точно знаю, по какой схеме, да, то есть и как легко зарабатывать, да, то есть какие ошибки первично можно не допускать. Да, то есть, ну, вообще на самом деле большая часть это все потому, что мы не знаем закона, мы не уверены в своих силах, мы боимся пойти в администрацию, спросить, показаться глупыми и задавать какие-либо вопросы, но вот такие мы, все мы такие, рано или поздно у нас возникает такой страх. И теперь сразу вопрос, да, также давайте разберем, что выгоднее, арендовать на торгах или согласовать? А если согласовать, да, то есть, ну, выгоднее в плане того, что, как быстро мы сможем заработать свои деньги. Да, то есть давайте разберем плюсы и минусы. Если мы говорим про согласовать, то нам нужно найти свободный земельный участок, проверить его на все зонирования, да, то есть по генеральному плану, подать документы и ждать ответа. Дальше. Есть здесь огромный плюс. Это есть единственная возможность заработать на уступке права аренды и не платить аренду два года. Более подробно на курсе с этим буду разбирать и зарабатывать там, где нет аренды. То есть мы в узком месте, если я сейчас нахожусь в Томском районе, да, то есть в определенном поселке, то есть я могу здесь точечно зарабатывать, никуда не ехать, не делать осмотры, а своими ногами доступно дойти в любое место и посмотреть то, что мне нужно. По времени это занимает от трех до семи месяцев. Да, долго. Да, возможно, заработать быстрее. Но как только вы будете подавать не одно заявление в месяц, а хотя бы 10-15, а лучше 20 заявлений в месяц, то через год у вас уже будет несколько земельных участков, которые могут вам не просто принести отличный доход, да, то есть вы можете на этом сделать свой бизнес. Теперь. Взять на торгах. Взять на торгах – это работать с тем, что есть, да, то есть нам нужно понимать, где располагаются земельные участки, объяснить людям, например, если они хотят посмотреть, либо найти самостоятельно, где они находятся. Но это возможность работать вот здесь и сейчас. Вот есть участок, мы с ним работаем, зарабатываем на нем. Нет участка – нет участка – все, мы сидим, не работаем. То есть хотите вы формировать земельные участки, либо работать на торгах, это решать исключительно вам. Я работаю и с тем, и с тем, да, то есть для меня это неотъемлемая часть работать абсолютно со всем. И мне комфортно, и мне нравится работать как с муниципальными торгами, так и согласовывать земельные участки. Согласовать земельный участок, да, то есть еще раз я вам повторяю, это одна из немногих возможностей, где можно заработать без вложений. То есть как минимум, либо продать право аренды, либо согласовать его под клиента. При этом тут мы не зависим от количества выставленных объектов. Да, то есть и мы первично ищем клиента и под него подбираем земельный участок. То есть это есть в этом плюс. Выкупить на торгах – это возможность быстрого заработка как агенту, да. То есть да, мы также для себя можем купить, даже можем также заработать как агента. Но здесь под конкретный земельный участок мы ищем клиента, да, то есть а клиенту земельный участок, например, может не понравиться. Да, то есть еще раз говорю, способ рабочий абсолютно и тот, и тот. Выбирайте, как и где работать вам самостоятельно. Ни для кого вообще не секрет, что мы вступили в фазу мощнейшего экономического кризиса. Это не будущее, это настоящее. Здесь и сейчас, на протяжении уже многих лет. Мы в этом живем. Мы здесь, мы внутри кризиса. Отступать нам некогда. Да, то есть, и как говорится, спасение утопающих, уволенных, оставшихся без дохода – дело рук самих утопающих. Ни работодатели, ни государства, никто не будет помогать нам. То, возможно, да, какие-то пособия нам, конечно же, будут платить, но они не дадут нам возможности эти пособия жить так, как хочется именно нам жить в комфорте, чтобы наши дети жили в комфорте, да, то есть, и заниматься еще какими-то параллельно делами. То есть, да, вам будут платить какое-то пособие, но только чтобы вы не умерли с голоду. И то, если вы принесете все документы. И в кризисной ситуации выживает каждый сам, как может. Поэтому на помощь государству рассчитывать мы не можем, но мы можем воспользоваться существующими законами и существующими ресурсами и заработать на этом. Я недаром сказала в начале вебинара, что земля – это самая недооцененная и самая прибыльная категория. То есть, для меня земельные участки – это равно золотым слиткам, да, то есть, это равно золоту. Земли абсолютно много. Мы с вами живем на земле. Все, что мы с вами питаемся, да, то есть, это все выращено на земле, в том числе даже мясо, потому что животным нужно, да, то есть, питание, рожь, пшеница, что они там, зерно еще едят, да, то есть, сено, если это, ну, крупно-рогатый сход. Поэтому земля – это золотая жила, золотая ниша. Что нас с вами ждет? Да, то есть, еще раз говорю, согласовать земельный участок – это одна из немногих возможностей, где можно заработать без вложений. Я еще раз вам это повторю. И, как минимум, здесь мы можем либо продать право аренды, либо согласовать его уже под конкретного клиента. При этом мы тут не зависим от количества выставленных объектов. Так как много запросов по согласованию. Мне уже брокеры передавали не один раз клиентов, да, то есть, своих. Они теряли достаточно крупные суммы денег, да, то есть, я уже не успеваю их обрабатывать. Помощники, да, у меня, конечно, есть помощники, но не все работают с землей, потому что землей нужно научиться работать. То я хочу с вами поделиться данной информацией, причем это просили мои же брокеры, поделиться этой возможностью, расширить ваши знания и научить согласовывать земельные участки. То есть, нас с вами ждет 8 недель обучения, 1 урок в неделю плюс домашнее задание. Вас ждет куратор, то есть, куратор будет отвечать на вопросы и плюс поддержка лично от меня. И, соответственно, после этапа обучения. Брокеры, те, которые со мной работают, да, то есть, и те, кто когда-либо прошел у меня обучение, прекрасно знают, что когда бы мне не позвони, если у меня есть возможность, я всегда возьму трубку телефона и всегда отвечу, всегда в любой сложной ситуации я приду на помощь. Поэтому поддержка у меня и на этапе обучения, и после него. И сразу вам хочу сказать, что уроки будут часть в записи, и часть это будут живые уроки. То есть, мы с вами будем разбирать сразу всю Россию, так как у меня практика, да, то есть, в нескольких городах, да, и я понимаю, что это работает по всей России, то есть, вот именно на этом этапе мы будем собирать максимальную статистику, разбираться с разными регламентами, залазить в администрации, да, то есть, в все их регламенты, и все эти заковырки, все эти непонятные слова будем разбирать, и у нас уже будет практика по всей России. Еще есть, конечно, мысли сделать в дальнейшем карту, где есть, где нам отклонены заявки, да, то есть, и причины, которые этого отклонения, чтобы наши брокеры просто не лезли в это место, если им это необходимо, да, то есть, и, ну, если они залезли, то есть, они понимали, что вот здесь мы были, на это просто не надо тратить свое время. Восемь недель обучения. Мы с вами будем идти к цели небольшими шагами. Давайте разберем эти шаги. Шаг первый. Мы научимся искать свободные земельные участки. Шаг второй. Научимся правильно их анализировать. Шаг третий. Мы научимся работать с документами с администрацией в любом регионе. Шаг четвертый. Мы рассчитаем выгодность приобретения земельного участка до его формирования. Шаг пятый. Формирование схемы с учетом земельного кодекса. Шаг шестой. Варианты подачи документов мы также будем все разбирать. Шаг седьмой. Это работа с отказами. Шаг восьмой. Это заключение договора. Также нас с вами ждут шаблоны документов и чек-листы на все случаи жизни. Они обязательны. И также будут жизненные лайфхаки, которые нас ждут. Конечно, я не могу сделать это все бесплатно, потому что это время. Время – это деньги. И если бы мое желание было бы просто сделать благотворительность, то в этом случае, наверное, действительно, я бы очень много сил и времени на это потратила. Но мы должны понимать, что у меня есть семья, да, то есть и семья хочет есть, и у меня есть свои потребности. Поэтому это в любом случае будет платный формат обучения. Сколько же у нас будет стоить стоимость обучения? Я взяла среднюю статистику по стоимости одного согласования земельного участка. Да, то есть и объявление я нашла это на Авито. И это цена по региону. То есть, в принципе, это цена по Томску, по Московску в области, да. То есть они одинаковые цены по формированию земельных участков. И первое – это 15 тысяч – это аванс. 15 тысяч – это аванс, да, то есть предоплата за подбор участка, как мы видим, обеспечение необходимыми заявлениями, инструкцией. Причем, обратите здесь внимание, услуги кадастрового инженера в данном случае, да, то есть формирование земельного участка, да, они оплачиваются отдельно. То есть 15 тысяч – это аванс за то, чтобы человек проверил на предмет ограничений, например, да, то есть, ну, ограничение обременения земельного участка. То есть можно его согласовать им или нет. При этом при всем никто не дает здесь 100% никакой гарантии, что его согласуют. И 15 тысяч – это после формирования участка, да, то есть и подача документов на аренду или в собственность земельного участка – это на ваше уже желание. Причем здесь никто не говорит о том, что подавать будут самостоятельно, да, то есть именно они на основании доверенности. Возможно, подавать будет, ну, возможно, подавать будете именно вы, да, то есть вам его нарисовали, сделали, и вы самостоятельно дали инструкции, вы самостоятельно пошли работать с этими земельными участками. И дополнительно 10 тысяч рублей – это если земельный участок пойдет на аукцион, да, то есть, соответственно, если вы, например, не работали, то вы еще дополнительно заплатите. И средняя цена от формирования земельного участка составляет 40 тысяч рублей. То есть 40 тысяч рублей вы можете сразу заработать как агенты, да, то есть заработать как агенты при формировании земельного участка. Поэтому стоимость обучения, 8-недельного обучения со мной, равна стоимости формирования одного земельного участка, без учета, участия в аукционе. Стоимость эта составляет 30 тысяч рублей. Я потратила на курсы намного больше денег, и очень много с моей стороны было именно не теории, а именно практики, где я своими ногами ходила, звонила и узнавала и получала очень много отказов. Поэтому цена максимально маленькая и смешная. Тут не будет таких моментов, что у нас есть от бомжа до премиума, да, то есть, скажем так, пакета нет. Абсолютно для всех одинаково. Цена составляет 30 тысяч рублей. Абсолютно одинаковый формат со всеми, да, то есть с кураторской поддержкой, со мной. Дополнительно мы создадим новый чат, где мы будем общаться именно на предмет формирования земельных участков, да, то есть будет также чат брокеров, да, но уже по формированию. То есть мы не будем в основном в нашем чате по муниципальным торгам обсуждать эти моменты, да, то есть иначе просто некоторые не будут понимать. Возможно и будем, возможно и не будем, да, то есть пока еще не решено. Поэтому стоимость 30 тысяч рублей. Для тех, кто у меня обучался, да, то есть не могу я сделать абсолютно такую же цену, потому что я знаю, что какую-то часть уже, хоть маленькую, да, то есть, но мы затрагивали, да, то есть поэтому цена для тех, кто у меня обучался, составляет 20 тысяч рублей. Для тех, кто у меня не обучался, составляет 30 тысяч рублей. Для тех, кто обучался, составляет 20 тысяч рублей. С сегодняшнего дня, с понедельника, у нас открытый старт продаж, курс свободной земельной участки. Старт у нас продажи будет с понедельника по пятницу. В пятницу мы закрываем продажи. Сразу вам хочу сказать. Формирование земельных участков и мастер-майнд в Крыму. Это абсолютно разные вещи. Да, в мастер-майде в Крыму будет включено формирование земельных участков. Но там дополнительно также будут муниципальные торги. Да, то есть два курса в одном. Также там будут атмосфера, возможность лично познакомиться со мной, активные аукционные брокеры, которые работают. Они также поделятся своим опытом. Вы сможете отдохнуть, обучиться и также получить свои ценные подарочки за участие. Поэтому, если у вас стоит выбор ехать в Крым или согласовать земельный участок, то сделать это онлайн, то я буду безумно рада видеть вас в Крыму. То есть остановитесь, остановите свой выбор именно на Крыму. Потому что мне хочется лично познакомиться с каждым из вас. Если у вас нет такой возможности, то в этом случае, конечно же, то есть вы можете приобрести онлайн-курс, и вы тоже сможете на этом зарабатывать. То есть ничуть не хуже ни один, ни мастер-майнд, ни курс по формированию земельных участков. Еще раз, пять дней всего лишь будет старт, то есть идти к продаже. Пять дней. Все, после этого продажи будут закрыты, приобрести курс будет невозможным. Об этом мы будем, конечно же, публиковать в соцсетях. Если на текущий момент такой суммы нету, то вы можете оформить рассрочку от Тинькофф Банка. Для этого вам нужно будет связаться со мной напрямую, и мои помощники подготовят для вас ссылку, отправят, и там вы сможете заполнить, то есть прямо на сайте Тинькофф, заполнить свои данные и ждать ответа. В случае положительного решения, деньги придут сразу к нам на счет. Спасибо, что досмотрели видео это до конца. Я безумно была рада вас видеть, да, то есть хотя я записываю вас здесь нету, но я всей душой вещаю так, чтобы вы прочувствовали именно то, что я рассказываю, это именно вам. Безумно была рада всех видеть, и всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok